Девушки отдыхают Мы продолжаем знакомить вас с новой игровой приставки Sega Dreamcast и некоторыми играми для неё, но сперва о такой важной вещи для игровой приставки, как джойстик. То, как мы воспринимаем те или иные игры на новой платформе, во многом зависит от того, насколько удобно нам управлять игровым процессором. Удобный стандартный джойстик может стать одним из серьёзнейших аргументов для успеха платформы. Что касается джойстика Dreamcast, то он в общем и целом сделан хорошо. По расположению кнопок и общему дизайну он практически идентичен некогда революционному джойстику, созданному Sega для Knights от Sonic Team. Однако, аналоговый мини-джойстик теперь сделан много добротнее, и по правде говоря, по ощущениям даже лучше, чем его аналог у Nintendo 64. Крестовина также претерпела ряд изменений, стала более подвижной и предоставляет нам возможность свободнее указывать направление. Тем не менее, этот элемент хоть на этот раз вышел и неплохо, Sega не удалось превзойти даже собственные творения в этой области. Крестовины маловато и требует привыкания. Что касается кнопок, то они, наверное, являются самым слабым звеном цепочки. Кнопки, а их всего четыре против традиционных, шести у Sega, расположены не очень удобно. К тому же малы и довольно-таки неотзывчивы. Несмотря на то, что общая конструкция кажется надёжной, такому расположению кнопок предстоит привыкать, наверное, не меньше нескольких часов, по истечении которых всё встаёт на свои места. Для базового освоения игры среднему игроку требуется около двух дней. А теперь о достоинстве. Лучше всего в контроллере сделаны боковые клавиши, так называемые шифты. Как и в случае с джойстиком для Найтс, они здесь аналоговые, то есть чувствительны к силе нажатия, мероупругие и великолепно чувствуются пальцами. Несмотря на то, что на данный момент игр, которые могли бы использовать эти аналоговые преимущества, нет, и точнее говоря, они только планируются. Потенциал для использования их в гонках и особенно симуляторах просто неисчерпаем. Поэтому игроки обязательно по достоинству оценят прекрасный дизайн такого важного элемента игровой приставки, как её джойстик. Ботettин х美 innovation! Минимация оз bizimка, но и отличная дизайн тому что там неисчерпим. Здесь 5 минутий следует gå! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вообще-то поклонники этого экзотического вида спорта очень хорошо знают игру All Japan Pro Wrestling. Правда, она не во всём идеальна. И вот японские разработчики предложили нам новую имитацию профессионального рестлинга, реализованную современными средствами трёхмерной графики. Ну а для того, чтобы у покупателей не осталось сомнений в её революционной природе, и назвали они её абсолютно по-новому — Giant Grand. Все движения борцов здесь абсолютно естественны, а жестокие сцены, например, переломы рук, необыкновенно художественны. Перед схватками вы сами можете выбирать ринг, на котором они происходят. Ну а сами схватки, естественно, не ограничиваются пространством ринга, поскольку по правилам рестлинга можно пролезать под канатами и использовать помощь своих коллег, находящихся за пределами ринга. Вам представлен необычайно широкий спектр японских борцов с несколько отличающимися наборами приёмов. Система управления в Giant Grand 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 Grandest two достаточно проста. Для проведения атак используются 4 основные кнопки. Двумя кнопками регулируется положение точки наблюдения. Каждая из кнопок отвечает либо за основной удар, либо за рывки и броски соперника на канаты, либо за специальные атаки, либо за захваты и удержания. Атаки и броски можно проводить на различных уровнях. Это достигается нажатием разных кнопок направлений одновременно с основными кнопками. В целом игра Giant Grand All Japan Pro Wrestling 2, несомненно, расширяет наше представление об этом любопытном виде боевого единоборства. Свой рассказ о новых играх для приставки Dreamcast мы продолжим и в следующей программе. Удачи вам, ну а на этом всё, пока! Субтитры создавал DimaTorzok